Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимый набор карт и схем, которые предусматривает градостроительный кодекс. На заседании Думы городского округа Самары утвердили новый генеральный план развития Самары до 2037 года. Над основополагающим документом совместно с Департаментом градостроительства на протяжении двух лет работали депутаты Гордумы, райсоветов и жители областного центра. Какие изменения внесены в генплан, расскажет Ольга Павлова. Новый генеральный план развития Самары отработан настолько тщательно, что по его концепции не возникает вопросов. Главный основополагающий документ создавался согласно действующему градостроительному законодательству. Проводились общественные слушания, вносились изменения по факту публичных обсуждений. До этого в Самаре действовал генплан, разработанный в 2008 году. С изменением законодательства многие его положения утратили свою актуальность. В новом документе есть необходимый набор карт и схем, в том числе размещение объектов местного значения в области образования, культуры и транспорта. Кроме того, появилась карта границ населенных пунктов, которые находятся в черте города. В столице региона их три – Самара, поселок Козелки и село Ясная Поляна. Также, помимо этого, генеральный план будет в себе, теперь уже содержит в себе и другие необходимые для развития города. Карты и схемы – это карты границ населенных пунктов города Самары, которые теперь исключают пересечение земель населенных пунктов с землями иных категорий. Данные сведения о границах будут внесены, как того требует закон, в единый государственный реестр недвижимости. В новый генплан внесены соответствующие карты лесов, которые находятся на территории Самары, землелесного фонда и городского лесничества, что, по мнению авторов документа, на долгие годы защитит эти локации от разного рода посягательств. И самая главная карта – карта функционального зонирования нашего города, номер один в любом генеральном плане. Она создана в соответствии с требованиями, которые касаются развития города. И учитывает мнение жителей Самары, правообладателей земельных участков и объектов недвижимости. Над этим документом мы работаем очень кропотливо, очень тщательно. Я здесь хочу сказать слова благодарности депутатам городской думы, депутатам райсоветов, потому что абсолютно все принимали в этом участие. То, что сегодня генеральный план принят для нас, это имеет такое историческое на этом периоде времени значение. Конечно, этот документ крайне важен. Кроме нового генплана развития Самары, депутаты городской думы обсудили итоги работы за 2021 год. По мнению председателя думы Алексея Дегтева, слаженная совместная работа с администрацией города позволила принимать своевременные и важные решения. В 2021 году бюджет Самары корректировался порядка 14 раз. Доходы увеличились практически в два раза, 50% которых удалось повысить за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. В приоритете оставались вопросы социальные. По просьбе родителей стоимость бесплатного горячего питания для учеников младших классов, его оплачивают из бюджета, была увеличена, что положительно сказалось на качестве обеда для школьников. Сегодняшний доклад председателя думы о работе думы в 2021 году, он очень содержательный, он очень глубокий. Делают они на самом деле очень много. Во многих вопросах это такая наша поддержка и опора. Вместе с ними принимаем те или иные решения. Активно велись реставрационные работы в черте городского округа Самара. Произведен ремонт и восстановление тротуаров, пешеходных дорожек, ликвидированы несанкционированные свалки. Общеобразовательные учреждения оснастили противопожарной сигнализацией, а для недобросовестных предпринимателей, которые ведут несанкционированную торговлю, увеличили размер штрафов. У нашего города большое будущее и совместными усилиями мы его будем развивать, делать их хорошо, комфортнее. Но все это можно достигнуть только при совместных усилиях, усилиях каждого его жителя, от малого до великого. Для решения трудных вопросов сохранена практика выездных совещаний. Они проводятся регулярно совместно с жителями города. В рамках месячника по благоустройству были организованы субботники. Отдельное внимание уделили очистке берега Волги. Работа по социально значимым и финансовым вопросам продолжится. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города в рамках регионального партийного проекта «Мой дом». Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. Накануне такая встреча прошла в Самарском внутригородском районе. Подробности в следующем сюжете. Решить актуальные вопросы в сфере ЖКХ в прямом диалоге с общественными структурами и органами власти. В помощь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. Ведь многие домкомы не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано свыше 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Накануне одна из таких встреч прошла в Самарском районе. Сначала глава города Елена Лапушкина и глава района Роман Радюков побывали на территориях, откуда поступали обращения. Так жильцы дома по улице Фрунзе, 87, просили оказать содействие в ускорении процесса капитального ремонта. Застройка 1904-1906. Нам прям так нужна ваша помощь, чтобы вы прозвинули нам быстрее, чтобы ускорили ремонт. Уже в этом году в доме будет завершен капитальный ремонт фундамента. Вся проектная документация по ремонту крыши и фасада сейчас находится в Управлении госохраны объектов культурного наследия. Глава города пообещала держать ситуацию на контроле. Также в Самарском районе начал действовать ресурсный центр. Он находится на улице Некрасовской, 62. Здесь будет вестись работа по приему жителей и консультирование инспекторов ГЖИ. Написать обращения, узнать о капитальном ремонте своего дома тоже, что является маловажным. Узнать о субсидиях и льготах. Также мы можем оказать услуги, помощь, консультации в платформе «Консультанты Плес». Итоги объезда Самарского района подвели на семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Этот проект живет, он развивается, он наполняется новыми направлениями. Безусловно, он вовлекает в свою амбиту гораздо больше людей с каждым днем, с каждым месяцем. И мы, безусловно, со всеми рады сотрудничать. Потому что мы очень ждем обратный отклик от людей, которые вместе с нами реализуют этот проект. Потому что нам очень важно знать, куда нам двигаться дальше. Надеемся на вашу активность, надеемся на ваш отзыв по этому проекту. Одним из главных направлений проекта «Мой дом» стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг. Практика реализации регионального партийного проекта признана успешной. Теперь «Мой дом» идет дальше. В скором времени проект будут реализовывать во всем Приволжском федеральном округе. Был форум Приволжского федерального округа, где мы в том числе представили как раз наш проект «Мой дом» и получили поддержку на уровне непосредственно полупредства о том, что этот проект пойдет дальше и по Приволжскому федеральному округу тоже. Сделать сферу ЖКХ понятной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных поможет современная и удобная платформа ГИС ЖКХ. Государство – это гарантия безопасности. И вот государство информационной системы ГИС ЖКХ – это наш с вами гарант объективной, актуальной и достоверной информации. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающих в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления МКД. Поэтому встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Так, председатель МКД по адресу Некрасовская, 48, Гончаров Виктор обратился с просьбой наладить систему отвода дождевых вод в доме. «Прекрасный двор у нас, замечательно все, за исключением одной болезни. Ливневка внутри дома». Елена Лапушкина поручила городскому департаменту управлением имущества взять вопрос под контроль. В большинстве случаев вопросы касались капитального ремонта домов, находящихся в историческом центре города. Также на встречу поднимались темы стоянки автомобилей на двух сторонах проезжей части по улице Венцика, обновление лавочек на Ленинградской, озеленение территорий. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов, администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, члены депутатского корпуса, которым жители района смогли задавать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяты в работу Управлением по работе с обращениями граждан. Ольга Волкова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. 9 мая в 11 часов самарцы смогут принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Спустя два года с начала пандемии она снова пройдет в очном формате. Пронести фотографии родственников, героев Великой Отечественной войны по площади Куйбышева может любой желающий. Почему эта акция так важна для россиян и где можно распечатать фото героя расскажет Максим Магомедов. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, «Бессмертный полк» снова пройдет по улицам города. Почтить память героев в колонне с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны, может любой желающий. Уважаемые дорогие земляки, приглашаем вас, ваших родных, близких, друзей, знакомых принять самое активное участие и восстановить светлую память героического прошлого, своих предков, дедов, прадедов, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Встать в одни ряды, встать большим полком и дать им возможность пройти по улице нашего города. Шествие пройдет по улице Молодогвардейская через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Колонна начнет формироваться на улице Молодогвардейская. Попасть к месту сбора можно будет через три КПП – на Некрасовской, Ленинградской и переулке Высоцкого. Вход через КПП откроется в 8 утра. У меня дед Тихов Павел Павлович погиб в 1943 году, поэтому я сам с его портретом несколько раз принимал участие. Мне кажется, это очень важно, и я и сыну своему рассказываю про подвиг деда, и сам участвую. Пока мы живы, пока эта память жива, живы и они в наших сердцах. Я, конечно, всех призываю поддержать, и это память тех людей, которые жизни свои отдали, за то, чтобы мы сейчас жили в мирное время. В акции «Бессмертный полк» примет участие личный состав главного управления МЧС России по Самарской области. Участие в акции «Бессмертный полк» – это для нас гордость, потому что мы помним всех наших героев. Мы – это наши отцы-деды, кто ценой своей жизни защитил мир от фашизма, защитил нашу родину. Стать участником просто. Нужно изготовить табличку с портретом и именем своего героя. Получить помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно в администрациях внутригородских районов, Центральной городской детской библиотеке, библиотеке имени Крупской и многом в национальных центрах. Максим Магомедов, Василий Голдашов, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. 30 апреля исполнится 373 года пожарной охране России. Только в Самаре с начала года спасатели совершили почти 7 тысяч выездов. Как устроена их опасная и нелегкая служба? Подробности в нашем следующем сюжете. Ежедневно, день и ночь, несут они боевую вахту. Готовы по первому сигналу вступить в схватку с самым непредсказуемым и опасным врагом – огнем. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых необходимых служб быстрого реагирования. Пожарная охрана России. Ведомству 373 года. Это центральный пункт пожарной связи. Здесь принимают вызовы со всей Самары. В самые сложные пожароопасные периоды с апреля по октябрь количество звонков доходит до 200 в сутки. В мои обязанности входит прием сообщений, высылка сил и средств, координация сил на пожаре, прием информации, сбор информации. Решения должны приниматься молниеносно. Необходимо высылать машины в кратчайшие сроки, потому что сборы и выезд по тревоге должны осуществляться за минуту. С начала года пожарные спасатели Самары совершили свыше 6800 выездов. Задымления, возгорания природные, техногенные, на транспортных средствах, в домах и квартирах спасены сотни жизней. Только начальник караула 89-й пожарно-спасательной части города Чапаевск Виктор Вегер за свой срок службы вывел из огня 15 человек. Разведка в течение одной минуты все это просходит. А после этого у меня в подчинении 6 бойцов, 5-6 человек, формируются звенья ГДЗС, отправляются на спасение людей. Мы входим в огонь, в аппаратах, свежим воздухом, заходим, рука, ствол пожарный, все, заходим, ищем. В день пожарной охраны чествовали тех, кто отвечает за быстрое реагирование и первыми приходят по вызову 01-112. Торжественное мероприятие прошло у памятника российскому спасателю на улице Молодогвардейской. 30 апреля мы будем праздновать 373-ю годовщину образования пожарной охраны России. Пожарный гарнизон в Самарской области насчитывает более 7,5 тысяч человек. И я с уверенностью могу сказать, что поставленные задачи по тушению пожаров, возникающих пожаров, техногенных, природных гарнизон выполняет. Сотрудники ведомства заверили, что будут и дальше стоять на страже и оберегать жителей от огненной стихии. И даже сегодня, несмотря на праздник, почти тысяча человек заступили на дежурство. Ольга Волкова, Константин Головин, Максим Гусев. События. «Не урони бабушку», «Змейка» и другие конкурсные испытания приготовили для водителей троллейбусов, чтобы определить лучшего. В Самаре прошел конкурс профмастерства. В нем приняли участие 9 человек. Какими знаниями и навыками нужно обладать для победы, узнала наша съемочная группа. Владимир Машура работает водителем троллейбуса 2012 год, но в конкурсе название лучшего участвует впервые. К испытанию готовился тщательно. Надо не только показать технические навыки, но и знать устройство троллейбуса, а также демонстрировать высокую культуру обслуживания. Больше всего ПДД и вождение. Это наш основной заработок на дороге. Мы должны знать хорошо правила дорожного движения и уметь маневрировать на дороге. Аккуратно объехать канаву, перемещаться, чтобы из стакана с водой в салоне не пролилось ни капли, проехать змейкой, припарковаться задним ходом. Быстро и четко водитель троллейбуса должен вести себя за рулем. Осенью 2020 года столица региона удостоилась чести принимать всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Самарцы Сергей Василенко и Евгений Иркин завоевали серебро и бронзу. В этом году сотрудники первого троллейбусного депо ТТУ Сергей Василенко и Иван Тюлькин, занявшие первое и второе места, отправятся в Омск представлять Самару на всероссийском конкурсе. Третье место у Александра Соловьева. По итогам самарского этапа победителям вручены почетные грамоты и памятные кубки. Когда наши участники участвуют в этих конкурсах, даже если он городской, то сразу, если они занимают призовые места, им сразу повышается классность. То есть не нужно ждать три года или пять лет, им сразу повышается классность с третьего на первый. Соответственно, это сразу влияет на его зарплату и на выслугу. Желающих стать водителями и кондукторами ждут на предприятии. Работает система наставничества и поощрений. Конкурсы профмастерства – один из элементов этой системы. Для работников предприятия такой конкурс важен. Он важен для водителей. Он важен для тех, кто собирается стать водителями. Потому что на примере этого конкурса мы видим, как растет профессиональное мастерство. Рекрутинговая кампания в трамвайно-троллейбусном управлении продолжается. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Традиционный дачный сезон в этом году стартует немного позднее – со 2 мая. Сейчас в Самаре почти закончили готовить автотранспорт, который повезет жителей по дачным маршрутам. Как и в прошлом году, перед началом сезона необходимо обеспечить безопасность не только на дороге, но и внутри салона. Об этом подробнее расскажет Михаил Ермоленко. До начала дачного сезона остаются считанные дни. Уже 2 мая садоводы и огородники традиционно потянутся на свои участки. Осуществлять перевозки на 29 этих маршрутах будут 52 автобуса среднего и большого классов. Как отметили в профильном ведомстве, в новом сезоне перевозок по дачным маршрутам изменений немного. В частности, они коснулись перенесения отправной точки 165 маршрута. 165 маршрут у нас раньше уходил с улицы Бакинской. Сейчас он немножко изменил конфигурацию. Минтранс его по инициативе перевозчика поменял. Теперь он уходит с Хлебной площади, но на Бакинской также останавливается и забирает пассажиров, как и ранее. Поэтому, если кто-то садился на Бакинской, для этих людей ничего не поменяется. В этом году сезон дачных перевозок начался позднее обычного. Его решили перенести из-за религиозных праздников, которые выпали в том числе на 1 мая. 3 и 9 мая, а также 11 июня автотранспорт будет ходить до городских кладбищ по 8 маршрутам. Неизменной остались подготовка подвижного состава и правила нахождения в салоне во время пандемии. При посадке в дачный автобус пассажиры должны иметь при себе средства защиты. Проверять их ношение будет специальная контрольно-ревизионная группа. Также все автобусы проходят ежедневную мойку и дезинфекцию. Мы обрабатываем специальным средством, которое одобрено Роспотребнадзором. Обрабатываются все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, сидения, двери, кабина водителя. В общем, все то, что должно быть обеззаражено. Начало сезона дачных перевозок с нетерпением ждут жители города. Галина Жвакина – садовод со стажем. Говорит, каждый год пользуется только автобусами. Это очень удобно. Вплоть до 31 октября дачные автобусы будут курсировать каждый день. Некоторые маршруты, такие как 171-й, два дня в неделю, другие возьмут оставшиеся пять. Стоимость проезда для жителей не меняется уже на протяжении двух лет. Также в салонах автотранспорта действуют специальные садоводачные и льготные карты, такие как карта школьника. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. В Самаре обрабатывают парки, скверы и набережную от клещей. Препараты, которые применяют для обработки, безопасны для человека и животных. Но после орошения в зеленой зоне находиться не рекомендуется около часа. Какие территории уже обработали, расскажут наши корреспонденты. Теплая и сухая погода, время вести борьбу с клещами и грузунами в городской черте. Все скверы, парки, набережную и крупные транспортные узлы этой весной обрабатывают специальными препаратами, которые эффективны в борьбе с переносчиками опасных заболеваний, таких как бруцеллез, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и другие. Однако препараты не причиняют вреда людям и животным при соблюдении мер безопасности. Находиться на территории противоклещевой обработки нельзя во время процедуры и около часа после нее. Мы, когда приезжаем на сквер, мы осматриваем, чтобы не было людей. Если люди есть, мы к ним подходим, вежливо просим, чтобы они ушли. И только тогда приступаем к работе. В этот раз к работе приступили в сквере Шанхай на Молодогвардейской. На набережной аккорицидную обработку завершили. Сейчас ведут борьбу с клещами в Ленинском и Самарском районах. В майские праздники будут активно обрабатывать Красноглинский район, где близко леса. На всех остальных территориях с задачами планируют справиться к середине мая. Общая площадь обработки составит более 200 гектаров. Чтобы не причинять неудобства жителям, работают больше в ночное время или в ранние утренние часы. Клецидная обработка будет проводиться в этом году дважды. Первая вот сейчас весной, связана с началом активности клещей. И вторая обработка будет осенняя, то есть для того, чтобы обезопасить граждан от клещей, которые, возможно, уйдут на зимовку. Также в парках и скверах проведут диротизацию обработку от грызунов, у которых сейчас идет период миграции. И допустить роста численности особей нельзя. Площадь территории для обработки более 270 гектаров. А в начале лета общественные пространства обработают еще и препаратами против комаров, пик численности которых фиксируют в июне. Это необходимо, чтобы снять угрозу распространения малярии, лихорадки западного Нила и других очаговых инфекций. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации сообщают о временном ограничении движения транспорта в связи с празднованием 1 мая. С 5 до 10 вечера будет ограничено движение по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской, по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Кроме того, в этот период общественный транспорт автобуса маршрутов номер 24, 92, 297 будут следовать по скорректированной схеме. Прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк» продлен, сообщает администрация Красноглинского района. Тем, кто хочет распечатать или отсканировать фотографии родственника, готовы в этом помочь по адресу поселок Управленческий, улица Сергея Лосо, дом 11, кабинет 25. Впервые в этом году можно изготовить фотографии в МФЦ Красноглинского района. Пункт изготовления расположен по адресу микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, дом 10. Департамент опеки сообщает, что медработники могут получить компенсацию за оплату детского сада. Она положена тем, чьи дети в возрасте от полутора до шести с половиной лет посещают частное дошкольное учреждение. Для получения льготы нужно предоставить копию паспорта, справку с места работы, договор с детским садом, копию с НИЛС и платежных документов. Администрация Ленинского района сообщает, что в Самаре для отдельных категорий граждан в качестве дополнительной меры соцподдержки предусмотрена единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения в размере 44 тысяч рублей. Воспользоваться социальной мерой могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны боевых действий. Необходима регистрация по месту жительства. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. А выпуски новостей смотрите на платформе РУТЮБ. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин